Счастье – это когда утром хочется на работу, а вечером домой, говорит предприниматель Юлия Смирнова. Пройдя путь от парикмахера-стажера до профессионального мастера-стилиста, она сегодня с удовольствием делится секретами красоты с молодыми специалистами. За три года сотни человек прошли через ее мастер-классы. Еще в детстве она решила делать людей красивыми. Тренироваться начала на куклах. Подстригу куклу, обрежу волосы, спрячу под кровать, чтобы мама не ругалась, а то еще могу получить. За это спрячу под кровать, жду, пока отрастут волосы. Волосы не отрастали. Ну и так пошла я сразу после школы на парикмахера в 17 лет отучилась. Сразу пошла работать непосредственно. Работала каждый день. Два выходных в неделю было, стригла-стригла. Люди приходили, возвращались. За два года она работала к Ленску базу, около 40 человек. Шесть лет назад Юлия решила создать собственную фабрику красоты. Так и родился салон парикмахерская «Вегас». Именно здесь рождаются самые креативные и смелые прически. Здесь же ведет свою работу школа стилистов. Ученики – не просто новички своего дела. Это уже практикующие специалисты. Здесь длинная прядь, а тут уже будет короче. Потому что если мы такую длину срежем, это прям будет как раз для лопатки. В штате у Юлии семь человек – самые талантливые ученики. Это специалисты высочайшего класса, которые в совершенстве знают все секреты парикмахерского искусства. Как признается руководитель, скучные и стандартные прически – это не их профиль. В этой мастерской принимают самые смелые решения. Стрижка – это не самое основное в нашей профессии. Самое важное – отношение клиента. То есть пришел человек, встретить его, посадить в кресло, узнать, какую хочет стрижку. Если что-то с волосами не так, дать совет. Мы проходим, получается, уход за волосами, работа с клиентом. И уже потом стрижка. Уже у нас по моему списку, когда я начинаю обучать, стрижка на пятом месте. Это после встречи клиента, обсудить, что он хочет, как хочет. Все вот эти нюансы, чтобы именно делать, как человек хочет. Кроме бизнеса Юлия Смирнова активно участвует в социальных проектах. На протяжении восьми лет является благотворителем школы-интернат в поселке Суворово-Черкесске. Подстригает и мотивирует детей в выборе профессии. Сегодня она мечтает открыть благотворительную школу стилистов, где дети из малообеспеченных семей всего Краснодарского края будут проходить обучение и постигать уроки красоты.